Приветствую вас, аноним! Знаете, первое, что бросается в глаза, когда читаешь ваш текст, это некая такая настороженность, как будто бы предвзятость, что ли, по отношению к специалисту. Чувствуется, что вы как будто бы негативно настроены к специалисту, к психологам, я имею ввиду. Возможно, что-то, кто-то из наших коллег, что-то вам сделал плохое. Возможно, вы, в принципе, негативно относитесь к людям нашей профессии. Возможно, вы стыдитесь сами за то, что обращаетесь за помощью. Не знаю, но чувствуется негативно. Понимаете, вот, как сказать, чувствуется скорее не желание кооперироваться с нами, да, чем желание кооперироваться. Чувствуется очень сильно настороженность, чувствуется некая даже агрессивность, хотя я здесь могу ошибаться. И хотелось бы, наверное, понять, что стоит за этим непосредственно, да. Возможно, вы просто устали, и вам устали так жить, если вам тяжело так жить, да, и так далее. Смотрите, по поводу любви. Во-первых, нужно в первую очередь здесь выделить, что является причиной, а что является следствием. У меня есть ощущение, что вы считаете, будто бы должны любить, там, кого-то. Ну, не знаю, должны любить родителей, например. Должны любить тех, кто является на вашем попечении в благотворительных организациях. Вот именно есть ощущение, что вы считаете, что должны любить. Вы воспринимаете любовь как обязанность, а не как право, не как право, не как выбор. Понимаете? Понимаете? Какая штука. И если вы считаете, что вы должны это делать, если вы считаете, что вы должны любить кого-то, не важно кого, то это уже не свобода. Потому что, как я сказал, любовь – это право, но не обязанность. А вы себя ещё вините за то, что кому-то не чувствуете любовь. Следующий момент. Любить кого-то можно только, если любишь себя. Любить себя, значит, принимать себя полностью, без исключения. Без каких-либо условий. Совершенно очевидно, что у вас этого нет. Хотя бы потому, что вы боитесь, что вы хотя бы потому, что у вас есть страх, например. Хотя бы потому, что вы не отстаиваете, как мне кажется, свои личные границы. Хотя бы потому, что вы склонны к жалости, а жалость – это некое возвышение над другим человеком. Некое стремление к защите от него. Хотя бы потому, что вы не испытываете любви к родителям, значит, они не научили вас этой любви. Если вы не испытываете любви к родителям, значит, скорее всего, вы не испытываете любви к себе. Вот. Хотя, хотя, тут возможно, конечно, варианты. Вот. Но, как бы, скорее всего, дело в этом. Я очень переживаю, пишите вы, из-за того, что не испытываю чувства любви никому. А перед этим вы пишите, что я хотел бы получить совет. Ну, советов психологи не дают. Разобраться в себе помогаем, а вот советов не дают. Я очень переживаю, задавайте не испытывать чувства любви никому. Смотрите, то, что вы не испытываете чувства любви никому, что для вас означает? Означает ли это, что вы какая-то не такая, что с вами что-то не так, что вы плохая, что вы неполноценная? Откуда переживать переживание? Или означает ли это, что вы не получите чего-то, что, по вашему мнению, могли бы получить через любовь? Я стараюсь помогать людям, часто переживаю за них много, часто в благотворительности. Но и да, меня испытывают, скорее, жена, сердобольность, дружелюбие, чувство долга, чем любовь. Ну, здесь становится вопрос, а для чего вы помогаете людям? Какая у этого цель, какая у этого идея, потому что жалость. Я сказал, что такое долг очень плохое чувство в качестве основания для помощи. У меня нет любви к родителям, здесь я подчеркну, что ее не было никогда. Ну, в таком случае, детско-родительские отношения требуют корректировки, потому что, очевидно, там есть проблемы у вас. В отношении к родителям. У меня есть близкий родственник, у которого серьезная зависимость и депрессия. Ну, здесь есть важный момент, депрессия – это болезнь. И как у любой депрессии, как у любой болезни, точнее, простите, должен быть диагноз. И должно быть назначено лечение, если мы говорим про болезнь. Понимаю, что я имею в виду. Без диагноза нельзя считать, что у человека депрессия. Ну, и зависимо от того. В отношении него я тоже чувствую жальность, чувство долга. Ну, жальность я сказал за такое, а чувство долга – это проблема с ответственностью уже. Личная ответственность, потому что вы не разделяете, не позволяете человеку отвечать самому за себя. Вы считаете, что вы отвечаете за него? Если есть проблемы с ответственностью, то вы не свободны. Если вы не свободны, то как можно любить кого-то? Ведь любовь – это творчество. А творчество, творчество – это импульс, это свобода. Понимаете? Такая штука. Если у нас есть проблемы с ответственностью, в том числе и с личной ответственностью, то есть, разграничения ответственности нет. Не позволяете вы человеку отвечать самому за себя спокойно, а себе самой за себя спокойно. То и любить не получится в полный мир. Любить может свободный человек другого свободного человека. А для вас, если вы берете ответственность на себя за другого, пусть даже зависимого и депрессивного человека, ни вы, ни он не свободны. Собственно, это одна из характеристик созависимости в отношении. Дальше. В отношении него я тоже чувствую жалость и чувство долга, но также и липкий страх, трусость. А чего именно выбираете? Что этот человек будет вами манипулировать и управлять? Нет. Вы сами выбираете, чтобы он вами манипулировал и управлял, потому что вы считаете, что вы за него отвечаете. Понимаете? Созависимость это всегда проблема, проблема именно ответственности, личной ответственности. Ну, потому что это треугольный карман. Сейчас думаю только о том, что если он вдруг придет, то не пущу его, хотя он не сделал мне ничего плохого. Плохого, может быть, нет. А вот почувствовать себя не свободной, почувствовать себя ответственным за еще одного человека, кроме себя, он вам позволил. И это страшно, это неприятно, это больно. Но вы не вызвали крайнюю границу, вы не сказали вовремя нет. Теперь вы за это расплачиваете. И, к сожалению, к сожалению, здесь все естественно. Год не пересекались с ними из-за этой трусисти и понимали, что ничего не сделаю полезного и ничего не скажу доброго. Но здесь вы склонны себя оценивать, что косвенно свидетельствует о том, что себя вы не любите, потому что нельзя оценивать себя. Нельзя оценить, что вы сделаете полезное или скажете доброе, что может сделать только другой человек. Важно, чтобы вы сами считали ценным то, что вы человеку транслируете, а уже как он воспримет это не столь важно. Испытываю неприязнь к себе за эти чувства. То есть, фактически, вы обвиняете себя за то, что хотите защититься, за то, что хотите сохранить свой суверенитет, свою целостность в какой-то степени. Ну, это к вопросу о любви к себе, о принятии. Я искал корень любви и пробовал работать с психологом, также на группах самопомощи, где акцентная созависимость от помогает, но не до конца. Скорее помогает работать с симптомами. Ну, опять же, важна ваша направленность, понимаете, на что вы нацелены, что вы хотите решить, какую вы хотите решить проблему. Зачастую человек стремится остаться в той позиции, в которой он находится, даже если она ему не нравится, потому что выйдет он из нее. А что дальше? Вот сейчас у вас такая вот реальность, определенная реальность. А если вы из нее выйдете, чем вы будете заниматься? На что вы направите свою энергию? Вы же не привыкли. Вы же не привыкли направлять энергию на что-то другое. Поэтому вы можете бояться из этой ситуации выйти. Я думаю, что, возможно, сейчас основная... Я думаю о том, что, возможно, сейчас основная причина, блокирующая любовь, это страх. Он не безосновательный, но у него есть объективные причины. Нет. Объективных причин для страха практически не существует. Кроме прямой угрозы жизни. А в остальном страх – это исключительно субъективная история. Например, ваш страх перед депрессивным, зависимым человеком проистекает из того, что вы не можете отграничить себя от него, при этом общаясь с ним. У вас нет четких личных границ. А все это страх, потому что это незащищенность. И страх – это нормально. И то, как вы себя ведете с ним – это нормально. Но это связано благодаря... Это связано с тем, как вы организовали свою личность. Это исключительно субъективная история. Объективных причин для этого страха нет. Но для вас эти причины, конечно, реально. Но они субъективны. Раньше я была чуть более открыт, а теперь понимаю, что это не безопасно. Правильно? Если нет личных границ, если вы чувствуете незащищенность, если вы не доверяете себе – конечно, открытость – это опасно. Если вы можете чего-то стыдиться в самой себе, если вы можете обвинить себя за что-то – конечно, быть открыто – это опасно. Потому что это всегда угроза, это всегда уязвимость. Я не могу испытывать одновременно страх и любовь. Да? Все верно. Все верно. Недоверие – любовь. Да? Все верно. Не можешь что-то… Это правда. Я когда боюсь – я обороняюсь, когда не доверяю – я закрываю. Ну, это опять же связано с тем, что вы не принимаете, не принимаете что-то в себе. Это связано с отношением к уязвимости. В итоге я боюсь закрывать за самых близких людей. Ну, да, так и есть. Получается, что я могу худо-бедно и спырить показывать чувства, но не близким. Потому что близкие могут ранить сильнее всего, я полагаю. Вопрос – как быть сложившись с цельством? Как быть что-бы-что? Цель какая? Ну, то есть, какая-то… Если наладить как-то отношения с людьми – это одно. Тут нужно смотреть, в чем вы наиболее защищены. И на этом попри чем взаимодействовать с окружающими людьми. Можно разобраться в себе. Работать над пониманием, принятием себя. Вот. Можно работать с созависимостью тоже. И с личной ответственностью. С личными границами. Вот. Можно разобрать детско-родительские отношения. Чувство вины. Долго. Как быть что-бы-что? У вас очень определенный запрос в этом смысле. И плюс вы говорите – посоветуйте, пожалуйста. Не помогут здесь советы. Не советуй здесь помогать. Понимаете? Вот. Дальше. Так. Любой человек к себе есть. Нет. Нету. Нету. Понимаете? Нету. Потому что у вас есть чувство долга. Потому что вы боитесь созависимости. Боитесь созависимого партнера. Избегаете его. Это проявление нелюбви к себе. Вот. И не любите вы других, близких в частности. Тоже потому что не любите себя. И отчасти потому что считаете, что это долг, что вы должны это делать. Испытываю неприятность. Иногда не скучаю, не симпатизирую. Иногда просто равнодушнее. Холодно. Но это похоже на закрытость. В случае созависимого родника боюсь всего. Я бы себя писал выше, не связанным с отношением к себе. Связано. Связано. Все идет из отношения к себе. Понимаете? Вы отрицаете. Вот то, что вы отрицаете, очевидно. Говорит о том, что в этом состоянии, в этой ситуации вы хотите остаться. Вы не хотите из нее выходить. То есть сознательно вы хотите, а подсознательно нет. Так, я не про эмоции. Эмоции испытывают сильно. Другой вопрос, что в этих эмоциях. Да, на эмоциональных качелях я сижу всю жизнь и мне ок. Но если вы сидите на эмоциональных качелях, это от них не значит, что это нормально. Поэтому, например, совет предыдущего автора, чувствуешь дело или не чувствуешь, не делай, не совсем заходит. Потому что, если каждый будет делать то, что ему диктует его качель, ничего хорошего не будет. Качели это не чувства. Качели это проблема. Чувства они постоянные, как постоянные ценности человека. А вот качели это не совсем правильно. Вот. Так что здесь вы путаете. Я же говорю именно про любовь и ощущение, что да, я люблю маму, папу или хоть кого-то близкого. Ну, вы не любите себя, я же говорю. Право-то я имею, но переживаю, потому что не хочу быть такой. Это в какой-то степени про непринятное себя. Я должна быть какой-то определённый, но не такой, какая я есть. Еще раз. Чтобы любовь была, а любовь это творчество. Нужна принятие свобода. Нужна репульсивность. Через переживание, что я хочу быть такой вот любящий другой, любовь не бояется. Наборёт. Понимаю. Дальше. Так. По крайней мере, это кажется одного из родственников. Жальность, но и страх, неприятность на нервной системе. Зависит очень актуально. Сейчас актуально работаю с этим. Но понимаю, чем больше лет, тем больше анестезирую себе чувства, окна, любовь, по крайней мере эмоции. Потому что они могут навредить и мне, если я некоторое время могу быть унышим, но не постоянно. Ну, соответственно, то, что вы пишете в конце, да, это уже такое вот что-то более конструктивное, да. Хотя, конечно, здесь важный контекст, потому что, вот, как я повторюсь, вы очень осторожно относитесь к специалистам, да, и, мне кажется, негативно. Ну, и здесь есть, конечно, причины. Я помогаю, вот вы пишете, важнее всего одной или желательной системе сесть и признать к себе злость и нелюбовь. Агрессивность, скажем, агрессивность, да, агрессивность, агрессивность, желание агрессировать. Агрессия, кстати, это реакция на отсутствие защиты у вас. Если есть любовь, то понятно, какой она форме у меня проявляется. Ну, опять же, любовь в первую очередь к себе. У нас это любви к себе нет. Соответственно, пока ее нет, нет любви к кому-то другому. Все очень просто. Если не в сентиментальной и очевидной, если не в сентиментальной и очевидной, то разрешите себе любить именно так. Опять, сначала вам нужно разрешить себе любить себя, саму себя. И уже потом вы можете любить кого угодно и как угодно. Вот это то, что могу вам сказать я. Я понимаю, что вы можете не согласиться со мной. Я понимаю, что у вас может быть своя точка времени, но я хочу сказать следующее. Что поскольку обращаетесь вы к специалистам, то специалистам вам нужно уже доверять. Если вы не готовы доверять специалистам, а если вы не готовы доверять нам, допустим, то это можно выделить как отдельную проблему. С которой следует начать. Я не доверяю тем специалистам, к которым я обращаюсь, к примеру. Потому что без доверия ситуации справить будет очень сложно. Вот. Потому что для того, чтобы была успешная работа с психологом нужно, чтобы было доверие. Вот. А доверие это опять же в первую очередь доверие самой себе. Доверие своим чувствам. Так? Вот. Вы так боитесь, значит, вот, боитесь доверять, боитесь довериться, в том числе по той простой причине, что боитесь вас будут использовать, что боитесь, что на вами будут манипулировать, что боитесь, что вам будет что-то навязывать, а почему, почему? Потому что вы от этого не можете отстраниться, вы не можете этому сказать. Нет. Вот. Вот отсюда у вас такая реакция на то, что говорят специалисты. Кажется, что человек обесценивает то, что вы пишете, и кажется, что человек читает невнимательно то, что вы перепишете. Потому что в любой момент вы готовы допустить мысли, что к вам относится не серьезно, что на вас хотят заработать, что вас обесценивают. А откуда такие мысли? Только из отношения к самой себе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго удачи. Желаю вам выбрать специалиста. И желаю вам успешной, продуктивной работы. Всего самого доброго.